Месячник обороны массовой военно-патриотической работы в городе стартовал 23 января. И за месяц в Сочи запланировано более 1200 мероприятий. На этот раз они проходят под девизом «Овеяна слава и родная Кубань». А все потому, что в этом году регион отмечает 75-летие освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков. На всех многочисленных акциях, в которых участвуют ветераны и военнослужащие, с ребятами говорят о любви к родине, об истории родного города, края и страны. А в первой гимназии сегодня провели флешмоб, который назвали «Солнечный круг». Спонтанное массовое мероприятие также направлено на патриотическое воспитание. Настолько все хорошо знали, а сейчас мы поняли, насколько это было страшно и насколько это была страшная битва. Мы должны беречь свою родину, чтобы не возникали конфликты с остальными странами. И мы должны быть добрыми, отзывчивыми людьми, детьми. Новое поколение, чтобы было хорошее, мы не допустили таких страшных войн. Мира! Мир! 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 Ребята очень серьезно относились ко всем мероприятиям. Они понимают, что у нас есть история. Историю, которую мы все должны помнить. Нашей страной мы должны гордиться и прославлять, и работать на благо нашей страны. Тем более, что в рамках еще этого месячника у нас побывали лидеры России. И это вдохновило нас на какие-то новые свершения. И очень многие выпускники гимназии становятся действительно лидерами России. Мы сегодня поставили большую финальную точку. Ко всему прочему, в рамках месячника школы города принимали участие в конкурсе «Строя и песни». Накануне прошел смотр образовательных учреждений Центрального района, где отряд первой гимназии занял первое место. Итоги же месячника в Сочи подведут 27 февраля.